Лили Роял, большое спасибо за давать Когда мы говорим о потерянных песнях, то есть песнях с неизвестным авторством То на ум сразу приходят двухсекундные записи с качеством словно плохо настроенное радио записывали с луны на какой-то тапах Но сегодня... Сол, приветствую Не такой случай Сегодня случай совершенно уникальный Вот как будто у нас есть всё, что нужно, чтобы знать, кто исполняет обсуждаемую песню Но мы этого не знаем Как же так получилось и что это за чудо-песня вообще, расскажу сегодня в видео Это Рэй, вы слушаете мои потерянные мысли И сегодня мы будем говорить про потерянную песню «Мой блуждающий огонь» Которую по праву можно назвать самой загадочной русской песней Ааа, да-да-да-да Так, про какое всё ты говоришь? Подождите, давайте пойдём с самого начала 24 мая 2017 года пользователь ВК Александр Александров Постит в группе, посвящённой ныне закрытому телеканалу NBN отрывок видеоклипа с этого самого канала Подтвердить это можно его логотипами Из-за них же у нас сжимаются рамки времени Ведь с 1995 по 1997 года он носил название «22 канал» Почему это важно? Потому что именно в эти три года у канала было два логотипа, которые можно заметить на записи Это ладно, но мы здесь собрались ради песни Что с ней? У Александра она была записана на кассету, которую он ныне не имеет Так что снова сесть и записать экран на телефон ещё раз уже не получится А теперь загибайте пальцы Прикольно То есть есть только видос, снятого на телефон, видоса записанного с канала Жесть, жесть Песня не в самом отратительном качестве Примерный временной промежуток и видеоклип, в котором отшилку видно лицо певицы Или другой фигуры, но об этом позже И при таком раскладе никто не может сказать, какой человек это вообще пел Уже можно подумать, что информации многовато, но нет, на этом месте всё только начинается После небольшого интернет-сёрфинга нашёлся полный текст данной песни, а также его автор Знакомьтесь, Виктор Ионов Долгушев, у которого есть впечатляющий по своей атмосфере сайт Помимо неизвестной певицы, он работал также с Ириной, Аллегровой, Ларисой И он не помнит, типа, кому он до этого делал Долиной и Виктором Чайкой Если вы не знаете последнего человека, то это продюсер, у которого послужный список куда больше, чем У Ионова Долгуши Катя Лель, Борис Моисеев, Валерий Леонтьев, Валерия и... Наша неизвестная певица Да, в российском авторском обществе нашлась запись, подтверждающая причастность Ионова и Чайки Вместе к моему блуждающему огнём Разумеется, логичным кажется написать этим джентльменам Вот кто-кто, но они точно должны вспомнить и ответить на главный вопрос Кто же пел это произведение? Но тут дилемма Ионов не отвечает Чайка отвечает, но говорит, что про те времена уже сам ничего не помнит и сказать не может То есть, да, то, что было очевидным, не сработало Но почему Виктор Чайка не помнит те времена? А теперь вспомните временной промежуток Да, 1995-1997 года Лихие 90-е Этот период времени известен каждому россиянину как эпоха политической и экономической нестабильности, рынков и организованной преступности И все эти три фактора могли смешаться, получив в результате мой блуждающий огонь Так, ближе к делу В 90-е можно было купить абсолютно всё, что угодно, если у тебя были деньги, конечно Как первый попавшийся пример могу привести случай, когда Мавроди выкупил эфирное время на НТВ, чтобы вместо Ельцина поздравить страну с новым 1994 годом То есть, да, даже это Я уж не говорю об обычном эфирном времени На региональных телеканалах его вообще разбирали просто на расхват А НБН, я вам напомню, вещал только на территории Санкт-Петербурга И у кого же в России в 90-е были деньги? Правильно, у всяких больших шишек и преступников И у них была одна забава, которая проводилась достаточно часто Сначала нанимали сонграйтеров, чтобы записать песню до своей жены или просто девушки из своей рубировки Делали на неё клип, а затем выкупали эфирное время у телеканалов, чтобы выпускать эти музыкальные клипы Это подчеркивало статус человека или группировки А также таким незмысловатым образом можно было показать яйца своим соперникам И после этой информации, если хорошенько подумать, всё встаёт на свои места Те, кто сделал эту песню, могут не помнить эту женщину, потому что таких у них 90-е десятки проходили И это было лишь одной из них Уникальными вокальными данными она не обладает, какой-то харизмой тоже нет Самая правдоподобная на данный момент версия заключается в том, что это просто жена авторитета И всё А теперь время для других теорий Ибо откуда мы знаем, что певица и женщина в клипе — это один и тот же человек? Существовала такая практика, что если певец занят, то под него просто подставляли кого угодно, не важно кого А может это был дуэт или группа? Некоторым людям кажется, что эта и эта женщина — разные люди Хотя это может быть просто грим А может во всех грехах людских вообще виноват местный кларнетист? В общем, простора для размышлений много Я приглашаю вас поучаствовать в поисках моего блуждающего огня Ссылку на оригинальный сниппет можно найти в описании Сразу стоит отметить, что это не Галина Романова, не Наталья Штурм, не Ольга Фаворская и не Наталья Гулькина Это было подтверждено лично этими женщинами И, разумеется, не называйте очень популярных певиц, например, какую-нибудь Татьяну Буланову Шанс того, что это некогда популярная тиска, хоть нулю и не равен, но пренебрежимо мало На этом всё Хочется извиниться за то, что видео выходят в настолько нестабильном графике Просто я сейчас очень занят своим проектом и подготовкой к экзаменам Так что... Да, знаю прикол про эту песню, типа, но... Кстати, что это за проект? Можете узнать в моём телеграмме Подписывайтесь на него, чтобы быть в курсе всех событий Это был Рэй, пока Про теорию вот эту не слышал Поющий огонь Ярко светит, да не там Жарко греет, да не те Не за ним ли памятам Ходит мой замёрзший смех Не за ним ли памятам Ходит мой замёрзший смех Ну, хз, песня как песня, типа, да, такая Но, вроде как, да, она там, короче И не только в России, а, типа, да, русская песня в интернете То есть это... Она входит там в топ каких-то загадочных потерянных песен В этом её, в общем-то, и чуть ли не весь прикол Та, которая вот самая популярная, неизвестная песня Забыл, как она называется Вот она поприятнее звучит, типа, честно говоря Вот её бы найти Субтитры создавал DimaTorzok